Привет, ребят! С вами я, Бениамин. Двигаемся в наше прекрасное путешествие, молитвы и изночения. Сегодня будем говорить о шма перед сном. То есть, шма перед сном. Это третья шма. Вот, шма в постели. С чего начинается? Все начинается с... Обратно есть везде все по-разному. Ну, я рассказываю то, что есть у меня, те знания, которые есть у меня, и то, как я делаю. С Лешемихуд. Лешемихуд куча бериху. Да? Начинается. То есть, это ради объединения Всевышнего в Славянон. С именами Ютки и Вавки. Вот. Я чуть-чуть зачитаю комментарий к Лешемихуд в разрезе... В разрезе перед сном чтения шма. После тяжелых и даже порой суворых испытаний, через которые мы проходим в течение дня, наша душа истощена. Как и мы, так и душа истощена. Каждую ночь наша душа поднимается в верхние миры, чтобы подзарядиться и обновиться. Мы про это говорили в разрезе других наших бесед. Когда садится солнце и на небе начинают появляться звезды, часть нашей души оставляет нас. Даже если мы не спим, и это одна из причин, по которой мы чувствуем усталость с наступлением ночи. То есть баланс между днем и ночью. Чем больше у нас негативности, тем больше истощенными мы будем себя чувствовать на вечер перед сном. Когда наша душа покидает нас. Каждую ночь некая сила заставляет нас спать, чтобы позволить душе оставить тело. Мы произносим шма, чтобы сохранить связь со своей душой и дать ей возможность раз за разом возвращаться в покинутое тело. С этого все начинается, слышим и худ. Мы начинаем шма перед сном. То есть мы понимаем, что вечер это усталость, вечер это то следствие, которое было за день нашими разными, то ли проактивными, то ли реактивными действиями собрано. Вот, и когда мы делаем сильную, чувствуем сильную усталость, в большинстве том, это то, что мы себя вели реактивно на протяжении дня. Потом, у нас есть такая вещь, она звучит так. Владыка мира, я прощаю каждого, кто злил или раздражал меня, и так далее. Вы этим занимаетесь, вы это знаете. Теперь, комментарий зачитаем к этой прекрасной молитве, да, к этому псалму. Это, кстати, 19-й псалом, 15, да. Враждебность и неприязнь, которую мы питаем к другим людям, мешает нам, нашим душам, подниматься ночью в верхние мира. В этой молитве мы просим прощения у тех людей, которым причинили боль. Мы мысленно просим прощения за каждый вред, нанесенный нами, окружающей среде, да. Намеренно или случайно, словами или поступками, в этой же жизни или в прошлой жизни. То есть, мы говорим сейчас о цикле нашей души в нашем времени, в прошлом времени, то есть, в прошлых наших оборотиках. Вот, прежде чем начать молитву, мы должны вспомнить прожитый день и все то зло, которое мы, возможно, причинили другим, или которое другие причинили нам. То есть, потому что зло, которое причиняется другими людьми нам, вызывает в нас некую реакцию. Почистую это реакция реактивная. Надо дать сдачу, надо оскорбить человека словом и тогда, ну, или там, высказаться в его сторону. Вот. То есть, прощение, как таковое, не имеет ничего общего с прощением, с прощенным нами человеком. Сейчас мы это здесь подробнее. Простить, значит, избавиться от гнева и обиды, от реактивного поведения. Мудрецы учат, что люди, когда-либо в жизни причинившие нам боль, это посыльные. Это лишь посыльные, и мы никогда не должны винить гонца. То есть, или палку, мы знаем, да, палка, гонец. Все происходящее с нами, это результат наших прежних поступков. Все наши действия, положительные или отрицательные, подвластны эффекту бумеранга. Мы знаем, бумеранг имеет свойство возвращаться. В конечном счете они все равны, ровно, то есть, вернутся в нашу жизнь через других. То есть, бывает, да, встречаем человека, оно что-то сделает, на самом деле система завязана так. Мы знаем эти все притчи, которые в Большом Товске. Один человек шел на лошади, у него что-то выпало, второй нашел, третий пришел, того, тот вернулся, побил и так далее. Вот, я не хочу просто про это подробно. Вот, это иллюстрации того, как устроена вот эта наша жизненная связь, жизненная паутина того, что мы имеем в нашей жизни. Может быть, если такое слово, кто-то накосячил сегодня, и это пришло к нему через 10 лет, пойди знай. Вот, закончили мы, да? Дальше у нас Амманил. Амманил, это у нас Благословен, ты Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, опускающий сон на мои глаза. Это молитва гарантирует, что наша душа благополучно покинет, то есть покинет, спящее тело благополучно вернется в него, когда мы проснемся. Эта связь между телом и душой жизненно важна. То есть, здесь идет речь о том, что мы когда, не только, сейчас дойдем до того, что в Талмуде пишет, там, про 1,6 смерти, мы не только должны правильно отпустить, мы еще должны показать путь и врата открыть потом, чтобы она пришла к нам, наше тело вернулось, душа. То есть, не бывает так, что, грубо, чтобы не потерялась где-то там, и чтобы целости, сохранности она к нам вернулась, чтобы, почему мы моем утром руки, мы про это говорили, мы это все, то, что она, наша душа, наше тело, да, приняла, где она где-то, в общем так, она была, ездила везде, ходила, смотрела, может быть, испачкалась, ее надо вот сейчас помыть, красиво, это мы делаем через руки. Руки строят нашу жизнь. Потом шма, мы дошли до шма, давайте комментарий зачитаю тот, который у меня есть, на предмет шма-шма, эта молитва является одним из наиболее мощных инструментов, дающих нам энергию исцеления. Истинная сила шма проявляется, когда мы молимся за других людей, и когда мы просим людям, которые нуждаются в помощи, на самом деле. Шма из строя, она ревина, она ревина, она ревина. Здесь у меня очень крутое описание есть, на самом деле, что такое шма, как она делится, как это все работает, но у нас есть видео, вы можете его найти, на ВАИКРА, на шма, так и называется, Я его записывал, ребята выложили, очень спасибо. После шма, после слова ЭМЕТ, у нас есть ЯАЛЗУ. ЯАЛЗУ это РАДУЙТЕСЬ, ОКАЗАННОЕ ВАМ ЧЕСТЬЮ. Вот, ЯАЛЗУ это очень коротенькая строчка. Каждый наш поступок порождает негативных ангелов. Часто они оказываются невидимой причиной всех больших и малых проблем в нашей жизни. Мы говорили об этом тоже неоднократно. Эти строчки помогают разрушить пагубное влияние негативности на нашу жизнь. Там буквально она очень короткая. Это, кстати, Псалм 14956. Так, это мы двигаемся в направлении шма перед сном. Потом у нас есть такое ИНЕ МИТАТО ШЕЛИ ШЛОМО. Это вот ложе ШЕЛОМО. Так, есть маленький комментарий к этому. ШОЦЕ ТАКЕ. Как это работает? Мудрецы учат, что сон это 1,6 часть смерти. Это в Талмуде написано. Поэтому важно спрашивать себя, достаточно ли я изменился духовно сегодня? То есть, выросли я сегодня духовно? Доволен ли я тем, что достиг, если бы это был мой последний день жизни? Это очень интересная история о том, что... Что бы мы делали, если бы мы знали, что нам осталось месяц жить? Вот там люди рассказывают. Я быстро расскажу, бегло. Я бы туда-туда-туда поехал, тех-тех-тех увидел. А если бы неделю, то есть намного меньше. А если бы день? А если бы там 3 часа? И мы приходим к тому, что самое важное, что у нас есть, это... Вот наша... Это Творец, это наша семья, это вот гармония вот эта. Теперь, эту строчку, которая у нас есть, это, кстати, с песней, песнь песней 378 стих, да? Так. Мы... Она состоит из 20 слов. Вот эта строчка этой молитвы она состоит из 20 слов. Вы это можете проверить, посчитать. Теперь. Они произносятся 3 раза, потому что 20 на 3, 60. Одна 60-ая смерти, которая наступает, когда мы засыпаем. То есть, мы себя вот таким делом страхуем, произносим эту строчку 3 раза. Потом у нас есть благословение коинов. Мы об этом тоже говорили в раз, в разрезе, в разрезе благословения. Мы это говорили. Да. Вот. Благословение коинов. Этот текст состоит из 60 слов, которые помогают нашей душе подняться, не опасаться смерти. То есть, чтобы наша душа была в таком, как safety. Вот. Благословение коинов. Да. После благословения коинов ведет видуй. Но. С видуем есть истории, когда его читают, когда не читают. Следующие два раздела. Вот. Это ашамну и геерацион. Произносится только в течение обычной недели. Не произносится на шаббат и на праздник. Теперь. Ну, видуй, да. ну, я предлагаю видуй поговорить вообще отдельный, отдельным уроком. я быстренько так сейчас вырежу, что сказать. Вот давайте так скажу. Все наши негативные действия оставляют след в нашем теле, в теле. Вот. Произносение и соединение с видуй, и геерацион очищает все остатки этой негативности и оказывает такое же воздействие, как пост в емкий пур. то есть это большое очень очищение, просто видуй, нельзя взять и рассказать там за одну секундочку. Вот. Это 22 буквы составляют числовое значение слова имя одного из 72 именев Бога. Это Алиф Каф Алиф Вот. Это большой секрет. Вот. Потом у нас идет Анна Бекуах. Анна Бекуах, мы уже говорили, это сильнейшая молитва Вселенной, говорят, что это одна из самых сильных имен молитвы Вселенной. Она еще называется, именуется 42 имени Бога, потому что это 7 строчек по 6 слов, по 6 букв начальных. Вот. В этом весь секрет закрыт в Анна Бекуах. Вот. И мы идем близимся к концу. Вот. Это на вщи и витиха. И витиха. Я обратно, я может быть произношу некорректно, извините. А теперь, в общем, мудрецы учат, что смерть приходит к нам в двух, это интересно, в двух случаях. Первое. За всю жизнь человек накопил столько зла, что исправить эту свою природу в этом воплощении уже невозможно. Воплощение это что? Это наша реинкарнация, сегодняшняя наш чекун. Теперь. И когда смерть становится очищением, разрушая реактивную природу тела, а душа возвращается в новое тело, чтобы начать свою духовную работу заново. Понимаем, да? Два. Второе. Второй случай. Но смерть приходит и тогда, когда человек достиг определенного уровня духовности, говорит Ари. Кстати, если посмотреть, сколько жили Ари, Раби Нахман и так далее. Тогда человек покидает этот мир для перевоплощения, чтобы приступить к следующему уровню духовного роста. То есть на следующий уровень пойти. Первый, это когда мы уже, ну, надо уже делать релоуд, ресет, потому что уже что-то мы вообще не туда пошли, не в ту степь. Второе, это когда мы этот цикл закрыли, мы этот левел уровень прошли и готовы двигаться дальше. Так, комментарий, зачитаю. Эти строчки помогают нам очиститься и ликвидировать реактивную природу нашего тела так, чтобы нам не пришлось сталкиваться со смертью. Это позволяет нам стремиться к более высокому духовному уровню в нашем нынешнем воплощении. Важно то, что то воплощение, в котором мы сегодня находимся, я с вами, а я это говорю, вы это слушаете, значит, нас соединила здесь некая система ценностей, у нас в этом воплощении, мы с вами сегодня, да, но говорят мудрецы, что если мы с вами сегодня вот в таком, скажем так, коннекте, есть большая, громаднейшая вообще вероятность, что мы в прошлой жизни тоже с вами были как-то связаны, может быть, не через этот песок, телефон я имею ввиду, вот, а может быть, это в других было, в эпостасиях, это сегодня я рассказываю, вот видео, может быть, тогда вы рассказывали, я слушал, то есть, там, с этим, на это есть ответы конкретные, но мы об этом поговорим дальше в разрезе, в разрезе темы, вот, и это, да, строчки, да, навщи, витыха, ба, ла и ла, которые, да, бет-вуква, закончились, это у нас Исайя 26.9, где мы можем это найти, если что, потом у нас идет Лемноцех, вот, Лемноцех, это очень интересная вещь, это, ну, просто, Лемноцех, это конкретно этот, это 51-й псалом, псалом Давида, да, Ари учить, что этот псалом, 51-й, усиливает нашу память, он также помогает душе полностью реализовать свой потенциал и толкает нас к выполнению той духовной работы, ради которой мы пришли в этот физический мир с вами, это 51-й псалом, вот, целый, причем, да, вы это можете найти в Телли, вы это можете найти в ваших Сидурах, это все просто, оно в Сидуре есть, вот, у меня, допустим, есть Сидур, вот, вот такой, да, Сидур, здесь это все тоже есть, шма перед сном, просто здесь объяснения нету, допустим, а я вот, у меня есть комментарии, я-то себе собираю, записываю, вот, учусь и сейчас делюсь с вами в разрезе того, что знаю, и заканчиваем мы, заканчиваем мы чечение шма перед сном, такими срочками, срочками, когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда лежать будешь, сон твой будет сладок, это, кстати, Мишлей 3.24, это, Ицак рассказывал про много, про Мишлей, он вообще мастер спорта международного класса по Мишлей, так что, Ицаку большой привет, Мишлей, слушаем Ицака в направлении Мишлей, так что, и вообще, теперь, как это называется на еврите, начинается, это ИМ, Тишкав, ЛО, вот, и поехали, поехали, так, ИМ, Тишкав, да, Тишкав, извиняюсь, это у нас здесь строчки с Мишлей, с Псалмов, в основном, все, можем их прочитать, можем их не читать, как, как, как вам, как вам интересно, но последние эти строчки, это факт в том, что это, эти пять строк, подобны депозиту за нашу душу, которую гарантирует, что она вернется к нам утром, то есть, что такое депозит, депозит это, а, мне просто, депозит это, мы положили, самое главное в депозите, что, это, гарантия того, что у нас этот взаим, то есть, взаим банком, возврат, это вложение, нам вернется, понятно, с дивидендом, вот, так дивиденд, что, дивиденд в нашем отношении, это будет та духовная работа, которую мы делали сегодня, мы ее забрали, душа ее забрала вверх, там бухгалтерия ее принимает, смотрит, говорит, окей, там, Бениамин, сегодня то-то, это сюда, это плохо, вот, туда, 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 главное, чтобы это все там распределение прошло, было что показать, хорошо, если мы плохие поступки делали, это тоже хорошо, потому что, мы потом покажем, слушай, чувак, это тебе надо исправлять, вот, главное, чтобы это спокойно к нам вернулось, утром наша душа, вот мы эти строки читаем, смешные, с псалвол, это, чтобы все гарантированно вернется к нам, вот, в таком же состоянии, то есть наша душа там не будет, ее там никто не обидит, вот, чтобы она к нам пришла, все четко, утром пошли, проснулись, сказали строки, которые мы говорим, модели, да, помыли руки, благословения, и вперед, в работу, в зеркале смотрим, зубы чистим, сегодня у нас новый день, сегодня я новый Бениамин, я новый Александр, я новый, там, новая кто-то, все то же самое, в работе, в радости, с светом, с уверенностью, я вам желаю, чтобы вы, если досмотрели до этого момента, чтобы у вас всегда было желание, желание было, чтобы вы были сильны, здоровы, и, конечно же, изучали мудрость, потому что, то, что вы делаете, то, что мы все делаем с вами, это очень большое дело, это мы нашу душу, что называется, прокачиваем, я рад был это вам сказать, и желаю всем хорошего дня.